гражданская война интервенция годы трудных испытаний более тысячи тревожных дней голода разрухи временных поражений но главное беспримерных побед во главе обороны молодого советского государства стоял ленин мы находимся в войне говорил ленин судьба революции решится исходом этой войны летом 1918 года положение республики советов было очень тяжелым враги наступали со всех сторон иностранная интервенция тесно смыкалась с внутренней контрреволюции в июле ленин пишет немецкой коммунистке кларе цеткин мы теперь переживаем здесь может быть самые трудные недели за всю революцию вся буржуазия прилагает все усилия чтобы нас свергнуть кабинет ленина как бы капитанская рубка огромного корабля сюда сходятся все нити с фронтов здесь разрабатываются военные операции против врага трудно представить себе какой напряженной была деятельность владимира ильича ленина вспоминал бонч бруевич придя рано утром свой кабинет владимир ильич делал на карте разметку тщательно изучал сводки и доклады главного командования он поддерживал постоянную связь с командованием фронтов и армии быстро менявшаяся обстановка требовала незамедлительного решения самых разнообразных вопросов связанных с войной летом 1918 года наибольшую опасность представлял восточный фронт где белогвардейцам с помощью мятежных чехословаков удалось захватить сызрань самару казань и симбирск ленин говорил что на этом фронте решалась тогда судьба революции ленин приказывает в кратчайший срок разработать и провести в жизнь план переброски западного фронта на восточный наибольшего числа частей лично следит за отправкой на восточный фронт лучших партийных работников беспокоиться как стоит вопрос об отправке подводных лодок на волгу и в каспийское море красная армия остановила продвижение врага а затем перешла в контрнаступление не упускал ленин из поля зрения и другие фронты он конкретно указал командованию северным фронтом как организовать защиту волок да и котласа большое внимание он уделял также обороне царицына отражению наступлений красного и деникина вокруг ильича сплотились лучшие силы партии свердлов дзержинский фрунзе ворошилов куйбышев цюрупа киров орджоникидзе петровский калинин партия и ленин верят в победу над врагом и эту веру большевики вселяют в народ владимир ильич присутствует на смотрах войск молодой красной армии часто встречается с рабочими выступает на собраниях митингах разъясняет военную обстановку подчеркивает что советская власть непобедима 30 августа два выступления одно в клубе басманного района второе на заводе михельсона во дворе завода эсерка каплан стреляет в ленина он тяжело ранен двумя отравленными пулями на собраниях и митингах трудящиеся требуют беспощадной расправы с врагами советской власти в трогательных письмах рабочие и крестьяне желали лечу скорейшего выздоровления предлагали свою кровь для переливания посылали ленину продукты из своего скудного пайка ленин еще не оправился от ран когда ему сообщают радостное известие взята казань и вот освобождены симбирск и самара путь хлебу и нефти открыт эти победы совпадают с волнующей вестью владимир ильич выздоровел врачи разрешили ленину приступить к работе на последнем бюллетене о состоянии здоровья ленин пишет на основании этого бюллетеня и моего хорошего самочувствия покорнейшая моя лично просьба не беспокоить врачей звонками и вопросами первая прогулка ленина по двору кремля с бонч бруевичем эта хроника демонстрировалась во всех кинотеатрах все воочию вновь увидели знакомую улыбку ильича ленин выздоровел он снова у руля страны снова в гуще важнейших дел и событий первая годовщина советской власти год испытаний и побед октябрьские дни первой годовщины пишет крупская были одними из счастливейших дней в жизни владимира ильича а как же не радоваться не быть счастливым глядя на этих людей которые выстояли несмотря ни на что выстояла республика выстояла советская власть 7 ноября ленин произнес речь на открытии временного памятника марксу и энгельсу присутствовал на открытии обелиска свободы на советской площади выступил с речью при открытии мемориальной доски борцам октябрьской революции на красной площади осенью 18-го года за шатались казалось незыблемые устои крупнейших стран европы в германии произошла революция в этих условиях в цик по предложению ленина счел возможным аннулировать грабительский брестский мир на шестом съезде советов ленин предупреждал что после победы над австрогерманским блоком антанта расширит интервенцию против советской республики шестой съезд предлагает антанте мир страны антанты не отвечают на мирные предложения интервенция усиливается интервентом помогают сотни тысяч белогвардейцев вооруженных антантой по предложению ленина в цик объявил республику советов военным лагерем создан совет рабочей и крестьянской обороны возглавляет совет обороны владимир ильич ленин совет обороны был чрезвычайным органом диктатура пролетариата он обеспечивал единство фронта и тыла ленин выдвигает задачу создать в короткий срок трехмиллионную армию он систематически следит за ходом мобилизации и проявляет большую заботу о вооружении и снаряжении новых дивизий особое внимание ленина командным кадром армии нужны командиры из народа только красные офицеры будут иметь среди солдат авторитет и сумеют упрочить в нашей армии социализм такая армия будет непобедима но ленин считал необходимым использовать и военных специалистов старой армии такие офицеры как каменев шапошников воцетис и другие стали выдающимися военачальниками красной армии армии сотни своих верных сынов направила партия в красную армию павел карлович штернберг комиссар представитель цикайсов наркома в армии знаменитый русский астроном большевик сменил обсерваторию на поле боя офицеры отдают молодой красной армии свой опыт комиссары воспитывают сплачивают бойцов большевики создали армию который руководит передавая часть опытных коммунистов писал ленин для ведения войны по-настоящему необходим крепкий организованный тыл говорил ленин раз дело дошло до войны то все должно быть подчинено интересам войны вся внутренняя жизнь страны должна быть подчинена войне ни малейшее колебание на этот счет недопустимо введена система чрезвычайных мер военный коммунизм в короткий срок экономика страны была перестроена на военный лад в марте 1919 года в москве работает 8 съезд партии это одна из первых документальных съемок в кремлевском дворце Михаил Иванович Калинин Феликс Эдмундович Дзержинский Анатолий Васильевич Луначарский Петр Иванович Стучко Михаил Федорович Владимирский Елена Дмитриевна Стасова Артем Федор Андреевич Сергеев съезд утвердил новую программу партии разработанную лениным и определившую предстоящий путь страны к социализму съезд наметил военные контрудары по врагу и по-новому решил вопрос о работе партии в деревне Ленин обосновал необходимость перейти к прочному союзу со средним крестьянством партия рассказывала об этом народу что говорит Ленин о деревне со средним крестьянином советская власть твердо решила во что бы то ни стало установить отношение полного мира и согласия в этом союзе вся главная сила и опора советской власти 25 мая в Москве на Красной площади Ленин выступал перед участниками парада рабочих полков и военных школ он говорил самая прочная опора буржуазии падет когда рабочие возьмут в свои руки винтовку начнут воспитывать солдат которые будут защищать рабочих и крестьян фабрики и заводы чтобы помещики и капиталисты не могли вернуть своей власти 1919 год огненное кольцо продолжает сжиматься республика окружена врагами они наступали на шести фронтах одновременно на восточном фронте антанта двинула адмирала колчака антанта надеется что верховный правитель россии задушит советскую власть с помощью этого оружия ленин пишет победы колчака на восточном фронте создают чрезвычайно грозную опасность для советской республики необходимо самое крайнее напряжение сил чтобы разбить колчака в этот тяжелый период с особой силой сказалась выдающаяся роль ленина в организации обороны страны владимир ильич умел выделить главную военную задачу и сосредоточить на ней максимум усилий ленин назначает фрунзе командующим южной группой войск восточного фронта колчак бросает против него отборный корпус генерала капеля но батальоны капеля наголову разгромила дивизия чапаева входившая в армию фрунзе уфа наша путь на урал открыт но ленин волнуется наступление не должно остановиться колчака надо добить урал освободить до зимы и он будет освобожден в этом поклялись бойцы отвечает михаил тухачевский командир пятой армии наказ ленина выполнен дорогой товарищ и испытанный верный наш вождь ты приказал взять урал к зиме мы исполнили твой боевой приказ урал наш мы идем теперь в сибирь но ленин предупреждает наш общий восторг наша радость по поводу освобождения урала и вступление красных войск в сибирь не должны позволить нам успокоиться враг далеко еще не уничтожен он даже не сломлен окончательно надо напрячь все силы чтобы изгнать колчака и японцев с другими иноземными разбойниками из сибири летом 19 года петрограду угрожает юденич ленин считает этот фронт первым по важности и лично следит за переброской подкреплений в августе юденич разбит после поражения колчака империалисты вынуждены изменить направление главного удара начинает наступление Деникин он захватил Воронеж орел он угрожает Москве враги уже предвкушают восстановление монархии в России но напрасны их ожидания партия собирает силы для отпора Деникину ленин выступает перед мобилизованными в армию рабочими мы обращаемся к сознательному пролетариату и трудовому крестьянству с призывом стать грудью на защиту своих завоеваний план борьбы с Деникиным обсуждается на пленуме ЦК который собирается в кабинете Ленина Ленин настаивает не изменять плана не трогать распоряжений не поддаваться панике дать добавочные силы но их дать и с ультрабешеной энергией ибо опасность есть величайшая никогда не было такой по предложению Ленина ЦК назначает Александра Ильича Егорова командующим Южным фронтам создана ударная сила контрнаступления первая конная армия конница Буденного и Ворошилова должна прорвать фронт Деникина помочь пехоте разбить его войска по частям таков план ЦК и красные войска опять побеждают побеждает ленинская стратегия ленин обращается с письмом к рабочим и крестьянам Украины красные войска взяли Киев Полтаву Харьков и победоносно двигаются на Ростов необходимо собрать все силы чтобы разбить до конца Деникинские войска пытавшиеся восстановить власть помещиков и капиталистов День трех побед разгром Колчака поражение Деникина конец Юденича под Питером В феврале 1920 года заключен мирный договор с Эстонией Ленин называет его окном пробитым русскими рабочими в Западную Европу Важнейшую роль в победе сыграли трудящиеся всей страны особенно рабочие самая надежная опора советской власти Председатель партии ячейки депо Москва сортировочная Иван Бураков еще в апреле 1919 года обратился к рабочим Ильич просил помочь 13 коммунистов и двое беспартийных 15 зачинателей коммунистического труда они работают всю ночь сверхурочно без оплаты отремонтировано три паровоза их начинания подхватили тысячи и тысячи рабочих Ленин увидел в этом почин имеющий историческое значение это и они победили Колчака Юденича и Деникина Владимир Ильич придавал огромное значение единству и солидарности коммунистов всех стран на втором конгрессе коминтерна Ленин отстаивал боевую наступательную стратегию и тактику молодых коммунистических партий в условиях революционного кризиса он воевал против любых отклонений правого и левого толка без добровольного стремления к союзу и единству со стороны пролетариата а затем и всех трудящихся масс всех стран и наций всего мира дело победы над капитализмом не может быть успешно завершено империалисты готовят новый поход угроза со стороны Польши советская республика предлагает панской Польше добрососедские отношения правительство Пилсудского молчит поляки видимо воевать будут главная задача сейчас не кавказская трудармия а подготовка быстрейшей переброски максимуму войск на западный фронт ленин как всегда прозорлив весной 1920 года антанта все же начинает новый антисоветский поход пусть ваше поведение по отношению к полякам там покажет что вы солдаты рабочей крестьянской республики что вы идете к ним не как угнетатели а как освободители третий год гражданской войны страна истерзана разорена но эти люди побеждают с Польшей заключено перемирие но ленин считает победа над Польшей не будет действительно победою если Врангель не будет разгромлен наступление Врангеля есть только часть польского наступления на крымском фронте мы теперь расплачиваемся только за то что зимой не добили остатков деникинских белогвардейцев внимание партии должно быть сосредоточено на крымском фронте последний оплот генеральской контрреволюции должен быть уничтожен ленинские мысли легли в основу письма ЦК всем организациям партии к оружию товарищи наступление развивается успешно но Ленин предостерегает Врангеля упустили и он превращает перекоп в крепость Командующим Южным фронтом назначен Фрунзе Трудно очень трудно штурмовать перекоп но Ленин сказал мы не имеем права обрекать народ на страдания еще одной зимней кампании среди штурмующих перекоп легендарный на ЧДИ в 51-й дивизии Василий Блюхер Приказ Ленина на плечах противника войти в Крым 8 ноября 1920 года дивизия Блюхера штурмом овладела перекопом а к утру 12-го были взяты последние укрепления врага в этот день фронт зателеграфировал Ленину армии фронта свой долг перед республикой выполнили последнее гнездо российской контрреволюции разорено и Крым вновь станет советским вдохновителя и организатора победы советского народа Ленин видел в героической партии большевиков только поэтому говорил он несмотря на двукратный трехкратный и четырехкратный поход империалистов Антанты и империалистов всего мира мы оказались в состоянии победить великая заслуга в победе принадлежит вождю советского государства Владимиру Ильичу Ленину ставшему во главе обороны